13 марта Совет ООН по правам человека провёл двухчасовую сессию по вопросу преступлений против человечности в Северной Корее. Представители Пхеньяна заседание бойкотировали. «Открыл встречу в Женеве специальный докладчик по правам человека в КНДР Томас Ахея Кентано. Он сказал, что растущая напряжённость на корейском полуострове закрывает возможности для диалога с изолированными властями Пхеньяне». «Я обеспокоен обострением ситуации на корейском полуострове с тех пор, как в январе 2016 года КНДР возобновила ядерные испытания и запуски баллистических ракет. Последний запуск был произведён на прошлой неделе, когда снаряды упали в Японское море». Участники встречи призвали привлечь к суду всех виновников преступлений против человечности. Эти преступления были детально описаны в докладе ООН 2014 года. Так, в документе указывалось, что в стране существуют лагеря для политических заключённых и что там людей морят голодом и казнят без суда. По мнению экспертов, для расследования преступлений в Северной Корее необходимо создать специальный трибунал. «Нужно заложить основу для будущих судебных разбирательств уголовных дел». Несмотря на новые санкции, за прошедший год КНДР провела два ядерных испытания и запустила несколько баллистических ракет. «КНДР будут оценивать не по её словам, а по её действиям, которые она будет предпринимать, чтобы выполнить свои обязательства». Предполагается, что в четырёх известных политических лагерях КНДР содержится от 80 до 120 тысяч заключённых.